Здравствуйте, это я. Сегодня будет небольшое видео по новостям, а именно про компанию AMD. Она представляет видеокарты RX 6500, XT и 6400. Наверное, всем интересно, что за это видеокарты будут, насколько они будут мощнее старых поколений и можно ли будет на них майнить. Ну, конечно же, геймерам будет интересно, как они будут по производительности. Давайте разбираться, посмотрим. Тестов, конечно, само собой еще нет, потому что видеокарт еще никто не видел. Но если посмотреть характеристики видеокарт, уже многое станет понятно. Характеристики видеокарт уже есть на сайте TechPowerUp, всем известные, на которые вы качаете биосы. И мы можем просто взять какую-нибудь известную видеокарту и сравнить ее с теми видеокартами, которые будут в продаже. Самое разочаровывающее, это, конечно, то, что шина памяти у них будет всего лишь 64 бит. AMD до этого так не унижало пользователей. Даже самые простые видеокарты RX 550 и RX 560, которые выпускались, по-моему, 5 лет назад, были на 128 бит. А в этот раз AMD подкачали и выпустили что-то непонятное. Хотя AMD позиционирует эти видеокарты как ультимативное решение для Full HD гейминга, я сомневаюсь, что получится на этой видеокарте с комфортом играть в современные игры. Боюсь, что даже старые игры вы играть с комфортом не сможете. Открываем рендер конфиг и видим, что шейдинг юнитов у этой видеокарты будет всего 1024. А это значит, что новая видеокарта RX 6500 XT будет хуже в два раза по этим параметрам старой видеокарты RX 470 или 570, что является, в принципе, ее аналогом. Если сравнивать ближайший аналог, который был у AMD с аналогичными параметрами, это будет RX 560 на 4 гигабайта. С неймингом у компании AMD сейчас большие проблемы, они, похоже, уже сами запутались, что выпускают. Карточка 5500 XT, она, к сожалению, не аналог 6500 XT. Сейчас все немножко не так, 6500 XT теперь карточка хлам, а 6400 она еще хуже оказалась по производительности, там шейдеров еще меньше. Ну вот, по ценам пока ничего не понятно. Скорее всего, AMD хочет сделать конкурента NVIDIA или 3050, по-моему, карта должна быть у NVIDIA. И подготовили вот таких двух конкурентов, которые на самом деле не особо хорошо смотрятся на фоне своих же даже видеокарт 5-летней давности. По поводу игр на этих видеокартах я свои выводы сделал. Эта видеокарта бесполезна в играх. Лучше взять бушную 570-ку, например, от Zephyr, которая вас будет радовать еще долго, чем брать вот этот вот хлам, который в два раза хуже. Ну а теперь давайте предположим, сколько будет она выдавать мегахэш. На эфире Classic, само собой, на эфире эта карта уже ничего не сможет, все-таки 4 гигабайта. Когда-то у меня были карточки RX 560, 4 гиговые. Я помню, что с бубнами, с танцами, с разгоном и после прошивки эти видеокарты выдавали, ну, порядка 15 мегахэш. Некоторые видеокарты были топовые от Power Color. Они гнались до 2200 мегагерц по памяти и они выдавали порядка 16, даже с копейками. Ну а учитывая то, что на 6500 XT будет шина памяти всего 64, я думаю, что выше 13 мегахэш вы с этой карты не увидите. И то это еще большой вопрос, может быть, будет даже поменьше. Ну а учитывая ажиотаж, рекомендованная цена будет, даже если 300 долларов в магазинах, мы эту видеокарту увидим не меньше, чем за 500. У перекупов само собой еще дороже. Я делаю для себя вывод, эта видеокарта в майнинге также бесполезна. Проще на эти деньги купить, наверное, будет две видеокарты RX 570 и спокойно майнить эфир классик, эрго или что там еще можно майнить на этих картах. Ну а теперь у меня вопрос к команде AMD, особенно к маркетологам и в частности к Лизе Су. Уважаемые маркетологи от компании AMD, для чего вы выпускаете вот этот хлам? Я, конечно, понимаю, кремний сейчас стоит по цене золота. Наверное, одна маленькая пластина, из которой получается несколько видеокарт, стоит как ведро золота или палладия. Но надо уважать своих пользователей, фанатов и все-таки стремиться улучшать производительность, а не ухудшать. Вы анонсируете видеокарты и позиционируете их как решение для геймеров, а это железо будет стоить в 2 или в 3 раза дороже, чем старые видеокарты, которые, скорее всего, даже будут лучше по производительности. Я вот этого не понимаю. Ну, может быть, кто-то из моих зрителей что-то напишет в комментариях. Может, все-таки я где-то ошибся с расчетами, и на самом деле эта видеокарта покажет нам супер-супер производительность, которую мы не ожидаем. Ну, у меня на этот счет большие сомнения. Пишите ваши комментарии. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»